широкий ассортимент футболок кружек чехлов футбольной тематики с помощью конструктора на сайте можно создать футболку с логотипом команды или любимым игроком скидка подписчикам канала по промокоду канал sg 10 процентов всемайки точка ру ссылка в описании всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас луцкий александр мы продолжаем прохождение карьеры вокруг света фифа 17 и у нас финал лиги чемпионов и конец сезона с монако скорее всего мы покинем эту команду и наконец-таки перейдем в топ клуб очень по крайней мере я на это рассчитываю ну что ж матч с барселоны друзья мои как всегда по нашей традиции которая завелась еще по моему с 15 фифа но 16 точно а финал я вам без нарезки буду показывать финал лиги чемпионов именно сложность как видите легендарный все в порядке никаких вырезок все вот 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 прям одним куском видео паласиос у нас тут все готовы большие ли в том числе жан диас лимар бенассер готовы усилять если что выходить со скамеечки давайте начинать финал лиги чемпионов да эта цель которую я преследовал с начала карьеры выиграть лигу чемпионов при том при всем выиграть лигу чемпионов тренирую один из пяти заявленных клубов барса реал ливерпуль ювентус или бавария надеюсь что кто-то из них позовет нас сейчас тренировать возможно это сама барселона если мы ее обыграем финал на сан-сиро проходит вот он состав барсы но кстати вижу неймара но не вижу месси может быть он конечно в начале там стоит слева давайте смотреть состав неймар конечно топище тут самый сильный игрок сейчас у нас карьере неймар жезус месси все-таки есть сампер карвальо гомиш день джонатан та смолинг роберта и торштегин вот это состав защитники особенно это читерный смолинг ну ладно погнали ребятки без всякой нарезки сразу пошли в прессинг джонатан там налево на дине дальше вильям карвальо сампер андре гомиш и сразу фол со стороны нашего нападающего по этом свалил неймара нужно держать ох неймара нужно держать ребятки держать неймара не давать ему пространство вообще смотрите какое владение мячом да сразу леонель месси справа фланга смещается в центр он же не тот леонель месси но все равно опасен я думаю так вот это максимум здорово отобрал мяч у неймара и контратаку сразу развиваем передача на фланг си 100 си 100 уходит от защитника подача но здесь не точно немножко подачи и вынос на угловой фабинио как так ну я же настраивал а знаете почему потому что я заменил лемара поэтому тут все сбросилось бернардо силова навес слышите болельщиков барселоны наверное бернарду еще одна подача терштеги здесь все четко все надежно голкипер сборной германии никакой ошибки не допустил месси головой сыграл жезус пас на леонеля тут надо кушать леонеля леонеля надо есть как бы не подавиться сампер пас на фланг закрыть закрыть бровку день подача неймар слета удар критюк хорош первый сейф нашего вратаря я уверен что не последний в этом финале кажется месси и неймар будут разыгрывать угловой так точно неймар пас дальше сампер вот это было здорово и смолин завершал эту атаку как ни странно барселона играет в своем стиле в короткий пас и здесь мы не смогли выйти в контратаку накрыли после сброса критюком на фланг бусуа на минди дальше бакайока максим эн минди открывается максим она здесь смотрите как фланги перекрыты серфи роберта здесь великолепно расположился не позволил мне сделать точную передачу бусуа ну бусуа бусуа что с тобой ты месси испугался что ли да он ветеран великий футбола но надо же мяч то все равно у него отбирать андре гомеш развернулся корпус поставил но здесь нужно помочь бернарда силве наймар бусуа хорош но вот опять почему-то мяч то он не взял отобрал но не взял его потом чтобы начать свою атаку гомеш я же говорил не единственный сейф будет критюка великолепен станислав что творится вообще барса нас пока переигрывает максим эн надо взять мяч под контроль и успокоиться немножечко фабиньо забегание бернарда сила баппе по центру баппе по центру смотрим достаточно медлителен баппе баппе а вот это зря передача вот это зря зря было зря еще один ложный замах надо было пас отдавать уже на фабиньо снова он будет подавать угловой на самом деле не он и бернарда силва подача в центр терштеген бакаёко баппе ну смотри день опять очень грамотно расположился пока барселона меня удивляет тем что в обороне они играют очень четко тактически грамотно и позиционно систо на бернарда силу дальше пас центр но вот так уже активно как в предыдущих матчах фабини у нас вперед не идет потому что знает насколько сильна атака у барса и рисковать так серьезно не стоит наверняка неймар получает снова мяч здесь вроде бы он под опекой пас в центр жезус на вильяма карвайлио того корпус хороший и он бакаёко продавил снова вильям карвайлио фланг 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 держать вместе держать неймара держать фланги главное чтобы фланги не работали у барса хороший отбор здесь максим n проход по флангу но тут джонтанта ты посмотри насколько он быстрый мощный быстрый очень тяжело будет его пройти один в один на самом деле день против систо тут систо накрыть систо накрыть есть возможность нет кто-нибудь бы ему помог тогда может быть получилось неймар мяч сохранил в поле ты посмотри прямо на ленточке владеет им сампер ой хорош фабинио мой хорош фабинио и по флангу открывается получает мяч ускоряется уходит от защитников навес на мбаппе мбаппе вылетает эрштегин и играет кулаками атака продолжается бернардо силва накрывает его удар максим n максим n отлично развернул еще один навес и снова тэрштегин немец страхует своих защитников надо сказать даже когда мы там по флангу атаку организуем и ну есть шанс навесить правда навешивать наверное не стоит вообще в этом матче даже вроде бы выгодных ситуациях объясню почему потому что мощные очень защитники смоленки джонатанта у барса в центре фабинио вот это неплохо бернардо силва и дальше на фланг но снова что ли навешивать нет надо простреливать лучше так лучше на угловой чтобы мяч переводился какой уже по счету угловой у нас за первый тайм я уже сбился со счета бернардо силва навес навес в центр удара нет сам бернардо на подборе а в сайт сожалению а в сайт 41 минута встречи у барселоны процент владения 60 но это я думаю все к этому привыкли же он тантас здесь чуть не привез чуть не ошибся почти ведь его накрыли наймар фабинио ой хорош фабинио опять неймара накрыл передача в центр мбаппе 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 мимо ворота как же так то не понимаю как можно было здесь не попасть пусть и левая нога но такой момент ищи а и вроде подкрутил но не докрутил мимо терштегина то пробил но на этом все и мимо ворот тоже ох вот это был шанс вот это был шансище таких у нас не было за весь первый тайм но мбаппе его не использовал месси накрыли но у меня сейчас кочил к вильяму карвалью дальше через центр атака развивается у барсы джезус максимально опять возвращается в оборону отрабатывать здесь за всех фабинио и снова справился с неймаром наш капитан и ускоряется вперед на здесь будет сложно отвоевал мяч что он творит и сохранил его в поле браво фабиньо просто лучший мбаппе ай плохой пас бильям карвалью здесь перехватывает вот это настоящий финал лиги чемпионов настоящий финал лч и большинство атак конечно барсы видно строят через неймара во второй половине первого тайма уже научились его накрывать но посмотрите на статистику пока мы здесь уступаем замен я пока делать не буду рано у нас еще впереди возможно дополнительное время кто знает по такому матчу что будет вообще пока йока максимен в центре баппе бака йока здорово максимен на фабинио пас нет оборонцы здесь были внимательными минди бернардо сила который кстати пока не заметен тоже бернардо набирает ход хотел между двоих проскользнуть возможно стоило лучше отдать пас португальское противостояние с андре гомиша можно сказать бернардо сил восстановил здесь атаку дальше смолинг на сампера неймар вот здесь его надо встречать здесь чтобы он не подходил к нашим воротам пас на защитника день сиди бэ сиди бэ хорош сиди бэ очень надежен бернардо сил во пяточкой на фабинио здесь не успел наш капитан но пас был не очень удобный там накрывали ох месси смотрите да скорости у него уже нет но точность передачи дриблинг все при нем минди минди да крайним защитником сегодня придется попотеть что сиди бэ что минди в отборах поиграть гомиш хорошая скидка на месси обратная передача опасно гомиш гусуа великолепно дальше на фланг систо быстро выходим в атаку мбаппе пытается забежать но здесь длинноногий джонатан та опять все перехватил как же трудно от них убежать сиди бэ не пустил неймара а если бы он прокинул мяч было бы очень опасно и вот снова неймар в одно касание играет джезус сиди бэ смещается в центр не тот выбрался игрок у нас вильям карвалью ну же бакайока как так ты же вроде мяч уже отобрал жемерсон ложится под мяч выстояли 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 снова мбаппе против смолинга и на фланге забегает бакайока обратно на мбаппе передача в центр бернардо силва уходит от подката удар мимо мимо дальнего угла к сожалению не попал португалец опять шансище второй момент у нас за игру всего лишь обычно намного больше мбаппе отличный отбор систо систо обманывает смолинга прострел куда но был рикошет вроде бы от ноги защитника пас на фланг офсайда нет баппе баппе о хорош подката один великолепный просто подкат и снова в оборону в оборону бежим месси его фабиньо кушает но месси сохранил мяч ты посмотри ветеран что творит пас в центр жезус снова месси бусо кушай его кушай 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 месси аут в пользу барсы опасный был момент там в центре уже открывался и неймар и жезус мы остановили месси опять гомеш скидывает мяч жезус жезус пас на день один удар нормально засисток все в порядке систо ох по ногам получает 67 минута пока рано делать замены чуть чуть попозже даже за желтая карточка я прижиз грубовато сыграл грубовато систем пас центр бернадо сила хорошее владение мечом баппе открывается баппе ну решай да как ты не попадаешь здесь кельянище как идеальная позиция была для ударов 9 ну чуть-чуть буквально мяч просвистел рядом со штангой не понимаю как это возможно нет все таки пора делать замены я думаю давай лемар вместо максимена который ничего не показал диас вместо систо да фланги мне нужны свежие и пока все пока фланги только обновил дальше будет видно а то мало ли остановок в матче больше не будет а у барса вышел суарес но не тот не луис дэнис суарес по моему до его центр поля он вышел тренер барса освежает центр именно и пастора еще появился на поле этого я даже не заметил диас обокрал неймара передача хорошая на бернарда силу силу на диаса диас 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 1-0 мы повели в финале с барсой на 72 вот это выход со скамейки великолепно первое же действие первая же атака в которой принял участие диас заканчивается забитым мячом бернарда сила голевая передача я спокойно сейчас барса попрет сейчас барса попрет и нам нужно быть крайне внимательными в обороне именно в обороне бабе бернарду силу вас здесь я наверное баба у нас почему-то не реализует все моменты хотя блин силу больше устал давайте башилия выпустит выпущу я башилию потому что бернарду силу уже из последних сил играет по сути это день бернарду а вот так и не скажу да по нему пас центр бабе обратная передача нет надо было надо было разворачиваться надо было разворачиваться там были зоны на другом краю смолинг видим карвальон перевод на другой фланг тут день и снова на неймара да ну кто бы сомневался пастора не 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 выдумывай здесь не выдумывай баппе хотел вывести лимар и почти получилось чуть-чуть точности и тонкости этой передачи не хватило заброс на неймара а в сайте бразилец все в порядке так тихонечко разыграем здесь с фабиньё вот кого кого фабине точно нельзя убирать с поля сиди б по биньё баппе уходит от смолингом баппе нет не уходит от смолинга тот все таки заблокировал в итоге удар да еще и удар от ворот Вот уж я не думал Что в финале со Смолингом сойдемся Как же они его у Манчестера Умукнули Это же читерный защитник FIFA вообще Самый читерный центральный защитник FIFA 17 Куда же Бакайок Пошел прессинговать Смолинга пошел прессинговать Башили наконец-то появился на поле Неймар Планк закрыть ему Нельзя дать пройти С Неймаром в принципе справляемся Особенно во втором тайме Диас Надо ему вернуть Диас снова с мячом Башилия Два свеженьких игрока Разыграли здесь комбинацию Башилия Диас А вот здесь не успел Джонатан Та Своим мощным телом заблокировал этот проход Снова заброс на Неймара Жемерсон Аккуратно Сидибэ без ошибок нужно играть Без ошибок Отлично И Мбаппе должен выходить один на один сейчас Между защитников Мбаппе 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 Да что ж такое-то Это был не день Мбаппе Если проводить аналогию с Бэкхэмом Не может никак забить Три великолепных момента Ни одного мяча Что с ним стало Рейтинг растет Результативность падает Как это можно объяснить Я не знаю Неймар с мячом Подача Аккуратно Бусуа Плохая скидка здесь Но повезло Критсюк на месте Выбрасывает мяч снова на Диаса Фабиньо Диаса по флангу пускает Диас Разворачивает та И вразрез пас на Фабини Но тот очень устал Хотя Почти Дениса Суареса обокрал Фабиньо В отбор вступает Трижды подряд Четырежды подряд Но мяча не получает Фиртонген Неймар Джезус Последняя атака Барсы Время уже вышло Практически Месси скидывает мяч Я думаю Это все, ребят Это победа в Лиге Чемпионов Башилия Лемар Просто на скорости Давай Нет Не пускает его Денис Суарес Лемар Все Все, ребята Мы взяли Лигу Чемпионов Это был сумасшедший финал Я думаю Вы со мной согласитесь Особенно начало матча Когда Барса нас придавила Но там выставили Благодаря Критсюку в том числе А дальше Второй тайм уже был На нашей стороне Игра была Переломили Переломили Неймар, конечно, расстроен Но Мы были сильнее И эти моменты Которые Мбаппе не реализовал Если вспомнить Тогда станет ясно Что Мы должны были побеждать Но На этом карьера не заканчивается у нас Да, мы достигли Практически всего В клубном футболе Мы выиграли Лигу Чемпионов Но мы не возглавили Топ-клуб Все еще Да, Монако Великолепным составом Здесь обладает На 2021 год Но это не топ-клуб Из той пятерки Которой я хотел оказаться Так что сейчас После празднования Мы будем смотреть вакансии И надеюсь Что сейчас Будет лучше Если сравнивать С тем Что было в Борнмуте Когда нас не хотели брать Несмотря на все достижения Да, ребята Это первый Наш ушастый трофей В этой карьере Наконец-то Наконец-то мы достигли И этого Лигу Европы брали Теперь взяли И Лигу Чемпионов Ну, брали Чемпионат Англии Кубок Англии Чего только не брали Кубок Франции Чемпионат Франции Выигрывали Чемпионат России Кубок России Тоже брали МЛС даже брали Сколько трофеев Уже, да В нашей копилке Тренерской Просто замечательно Ну и кто Как не Фабинио Заслужил поднять Этот трофей Над головой Как же он Вовремя вернулся После повреждения И добавил Той самой изюминки В нашей игре Которой Может быть Бы не хватило В этом финале Всего лишь 1-0 Но от этого Победа не менее Значимая Салют в нашу честь Хотя в цветах Барселоны Почему там Ну что ж, друзья Да Давайте смотреть Статистика Да 6-5 4-2 В створ То есть Барса играла На равных Абсолютно на равных С нами Лучший игрок Бернарда Силова Все-таки у нас И смотрите Как они С какой схемой Заканчивали матч 3-4-3 Все там перестроили Все уже шли в атаку Но это им не помогло Это им не помогло Ну что Пришло время Подводить итоги Друзья Этого сезона Сейчас посмотрим Кто сколько Забил голов Кто сколько Отдал Голевых передач Кто в итоге Лучший У нас в команде По системе Гол плюс пас Призовой фонд 15 миллионов Мы это получили Последняя игра Максимен Рад Доволен Не особо себя проявил Конечно Мог сыграть лучше Но тем не менее 175 миллионов У нас прибыль Что там кстати По продаже Футболок Давайте посмотрим 93% Мы походу Не выполним Смотрите Мы походу Не выполним Задачу Ведь конец сезона Уже Это будет тупо Это будет очень тупо Но тем не менее Давайте проведем Последнюю тренировку Я думаю Да Короткий пас У МПП еще прокачался Где реализация Этого у него Куда она делась Я не понимаю Вообще не понимаю Итак Смотрим отчет о команде Значит Критцук 59 матчей провел Оценка 7.0 Хорошая оценка Не прокачался Сиди Б Провел 48 матчей Всего лишь Одна голевая передача 7.6 Оценка Не прокачался Вообще Жемерсон 50 матчей провел Один гол забил 7.5 Оценка Две желтых Прокачалась У него реакция Бусуа 46 матчей Три гола 7.6 Оценка И прокачался Очень нехило Учитывая что я его тренировал Отбор он прокачался Точность штрафных Даже прокачалась Как ни странно Почему она прокачалась Понятия не имею Минди 44 матча Три голевых передачи 7.7 Оценка Не прокачался Фабинио 54 матча 15 голов 10 голевых передач По системе Гол плюс Пас 25 очков 8.1 Оценка Ну великолепно провел сезон Что тут скажешь Капитан Бразилец Бакаевка Бакаевка Голов 11 голевых 7.8 Оценка Максим Максимен 40 матчей 6 голов 6 голов 5 голевых 11 очков 7.4 Оценка И прокачка 4 матча 6.0 Оценка Диалло 13 матчей Адамат Выиграли мы 1 место Делор Из Тулуза Взял Дипа И Бензи Догнали Мбаппе И Плеа По 16 мячей Но по голевым Передачам Зато тут Четверка наших Лидеры Силва Систо Жан Мбаппе Молодцы Победа в сухую Тут тоже Критсюк Красавчик Ну а что касается Лиги чемпионов Ну-ка Лиги чемпионов Вот Значит Победы Тоже у Критсюка Голевые передачи Тоже у Мбаппе Бомбардир Здесь Инсини Все-таки дальше Неймар Брейтвейт Руиз Мбаппе На втором месте Ну смотрите Везде он В списке лидеров Так что В любом случае Хорош Но сколько же Он еще не использовал Так бы вообще Золотой мяч Был ему вручили Хотя здесь Фифа Это не учитывается Ну и подводим Итоги по Задачам Везде галочки Стоят Ну вот кроме Вот этих двух задач Но здесь Я не мог никак За один сезон Эту задачу выполнить А вот 200 миллионов Ну почти Странно что У нас футболки Перестали продаваться В итоге Ну и смотрим 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 Вакансии Теперь Значит Леон Неинтересно Ювентус Ювентус И Леон Всего лишь Ювентус И Леон Давайте тогда подождем В Ювентус Если честно Не особо Я хочу Не особо Бюджет Смотреть Да Я думаю Я думаю Вы сейчас С нетерпением Будете ждать Следующую серию Пока я тут Посмотрю Задачи Хотя Сезон еще Не окончен Сначала Нужно Окончить Сезон Закончить А потом Уже Смотреть Задачи И так далее Шатов Тут Ну смотрите Рейтинги Хуже Рейтинги Хуже Чем у Монако Надо будет Усилять Состав Но кроме Вратарской Линии Конечно же Тут у нас Все Замечательно Аскар Тут Санчиш Вот так Просто гляну Быстренько Состав Лукаку Лукаку Здесь Гамшик Который уже На спаде Реймси Кто тут еще У нас есть Куча молодых Руль Вратарь 89 Под Нойером Сидит Лансиний Ооо Ничего себе Они тут Состав как изменился У Баварии Если так посмотреть Санчиш остался Ну это понятно Эрнандес Защитник Будем смотреть Будем продавать Наверное Ребят Которые уже Ну на спаде В том числе Наверное Ишатова 30 лет ему Мюллеру 31 год Вообще Сусо 27 Сколько Тьяго 30 лет тоже 5 звездов Финты у него Ох Да Нойеру 35 лет Но рейтинг 90 Так что Как бы Зачем его продавать Такого опытного Вратаря Ну что друзья Увидимся В следующей серии Мы в Германии Мы в Баварии Мы в топ клубе И будем добиваться Результата Здесь Они выиграли чемпионат На 1 очко Выперели Боруссию Значит нам играть В лиге чемпионов Это хорошо Ну все Жду от вас Лайков и комментариев Всем пока Редактор субтитров А.Семкин